Боже, будь милостив ко мне грешному, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Бесчиславец огрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Бесчиславец огрешил, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскрес и измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради Пречистой Твоей Матери, силы счастного жертвовящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй. Спаси нас, яко благо есть и человека любец. Аминь. Боже, милостью, будь милостив ко мне грешным, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешное, а не кори же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и добой ты мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мой недостойный. Восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и приисно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешитель, Души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистины от всяких скверных. И спаси блажи души наши, Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и приисно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети, с целью немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приисно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днись, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, силы и слава во веки. Аминь. Уставшая от сына, припадаем тебе блажь, ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, свят, святости Божию Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приисно, во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приисно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истинно небесе, да светится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо от поёй из Царства силы и славы в обеки. Аминь. Господи от сна припадаем тебе блажь, ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигнуйся, Господи, умой просвети и сердце. И уснемо и отверзивая же печень, и святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кое-гоже деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна возда, благодарю Тебя, вся святая Троица, Кому гирает Твоя благость и благотерпение. Не прогнился на меня ленивый и грешный, Не погубил меня с обеззаконием моими. Но человеколюбствовал и всеобычным. И в нещане лежащего воздвигу мне истинь. Воеже утренче славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои вочи мысленные. Отверзи мои уста, поущайтесь со своим всем Твоим. И разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечное. И воспевайте, все святое имя Твое. Отца и сына, и святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся, и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве Богу нашему. 118 Псалом. Аллилуйя. Блаженные непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженные хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззаконие, ходят путями Его. Ты заповедал по велению Твоих, храни твердо. О, если бы направлялись в пути моих соблюдения уставок Твоих. Тогда я не постадился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, получая судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляя меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня усталом Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Устами Твоими утешаюсь, не забывая Слово Твоего. Я вимилась рабу Твоему и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои и увижу чудеса Закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желания судов Твоих во всякое время. Ты укоротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Снимись с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои – утешение мое, и уставы Твои – советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удаляй от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред Собой суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезию заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое, рабу Твоему, ради благовения перед Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот, я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдой Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповай на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповай на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда. Во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеления Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих перед царями, и не постыжусь. Буду утешаться заповедными Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать заповедными Твоими, которые возлюбил, и размышлять об усталах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною, при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими, на месте странствования моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо по велению Твоих храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твои. Спешил и немедлил соблюдать запады Твои. Сечи нечестивых окружили меня, но я не забыл о закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник, я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня усталом Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Добрум разумению и ведению научи меня, ибо западе Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твоё храню. Благ и благодетелен Ты, Господи, научи меня усталом Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же закона Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться усталом Твоим. Закон уст Твоих для меня лучит тысяч золота и серебра. Слава Свою Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и с милостью Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей много любви сошел на землю и воплотився, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Я и многие щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верою спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело оправдывающих меня. Но это вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово. Что отторг меня от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающего. Особенно же, потружу для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. 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 Святой Ангел, поставь нахранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности взлома демону починить меня себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. Осетый Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычца, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удаляйся скверны, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погасей плавя ме страстей, ибо я, у Бог, несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды и причистие имя Твоя славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатия, Владимир, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обраданная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яка родила Иси Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага, жертворящего Креста Господи, не остави нас грешек, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил отца, моего духовного, родителя и сродника, благодетель, митрополита Вариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священаре, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа, Максима, Митрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнили, Александра, Диодора, Митрополита, Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще, дай священника, если угодно тебе, Господи, смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали мудрые законы, и дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся, и сохранив от покушения на них Владимир, Дмитрий, Дональд, Дарамзан, Владимир, Александр, Даген и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, мужчина, сценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, из-за отступничества от тебя, слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобою, и для всего почти нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани нас от всякого рода зла, греха и непосильных искушений, Господи, защити жилища наше и селения наше от пожара воров и нечистой силы живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира, брати, болящую Людмилу, Господи, слави любовь, Владимир, Алексей и Иосиф, и прищи добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы твои, сохрани школу, посеи помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Лептину, побуди всех на проповедь, Евангелие подсюду, всякой паре, посеи помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езу, Рустика, Тимура, Найди, Самиру, Содружество, Ее, дабы не верило, же пророчество, избрали тебя своим спасителем, Христе Божий наш, Александра, Александра, Сергея, Сергея, благослови, Возри на врагов, Возри на врагов, Пошли им твое благословение, Просвети их разум, Помутненный злобой и коварством, И все злодейство, Что они наделали, Ты сам истреби, Примири их с нами, Если возможно, И в судный день Не помяни их безумия, Не дай им погибнуть, Посети, Вознай добром благодетелям нашим, Здесь, В будущей жизни, Елену, Людмилу, И обрати Евгения, Наталью, И Ангелу, Путешествующих, Раиса, Льва, Виктор, И все наше родство, Надеи, Дайте Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, И посети болящих, Господи, Дай силу перенести страдания, И пошли мы в исцеление, Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Алексину, Людмилу, Надежду, Неанилу, Неанилу, Валентину, Валентину, Марию, Александру, Татьяну, Татьяну, Нину, Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, по Твоему благоволению, все это может оказаться на пользу, Аллилуйя, И наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути, сохрани, и благослови трудящихся, Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, и Содружества Его. Слава Тебе, Боже наш, найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона, добой, сей день, днем благословения, и радости в Тебе, что прошедший год Ты нас хранил. Благослови нас, Господи, и соделай, чтобы среди нас не было тех, кто обкрадывает Тебя десятиною, ибо это наше благословение, положи это на сердце каждому уразуметь, ибо Твое повеление, дабы не было сребролюбия погибельного, корнем всех зол. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обители небесных усопших, отец и братья наших, и же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечного, отошедшая от жизни сей, ибо нет человека, который живя на Тебя не согрешил бы. Родители, Содника, благодетель всех православных христиан, сотворим вечную память, вечный покой. Не надяй отступки, как Николая, Михаила, Александра, Юлии, благослови Максима, и своего романа, Виталия, Никиту, дарим желание трудиться в поте лица и давать место дьяволу. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебя, наш Бог и Его, Вавва, Отче, Свят, 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 Господь, Саваук, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава, Вышний Бог, на земле мир, в человека благоволение. Благодарю Тебе, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование Святых Отцов, на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. Воздай вечности и добром всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее. Марию Степана, Александра, Михаила Иоанну, вечности уже Божеслави. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Господи, воздай добро милостью Твоей всем помогавшим нам в путешествии нашим. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу, Надежду, Богослови. Юрия, Надежду, Эдуарда. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил прошедший год. Прошу Тебя, мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу мою помытарством и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жите в бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать никому, не завидовать. И каждому дару жилье Сергея Гавриева. Святитель Христов Никола, Мерликийский, чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Нох, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иосиф, Иосиф, Ио, Илья, Гей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Да исполнит Господь духом пророческим церковь своем, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас с неготовыми, но чтобы вышла встреча тебе Божия с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в духе святом с любовью, Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирурги и миссари. И апостолы, Петр и Павел, и ангелисты, Матфея, Марк и Лукоя. Да укрепит нас Господь, и дарует жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Устин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, Мущени. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. Анфиму, Вениамину, дай веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Крем Сири, Антони Макария, Антони Пеодосий, Корнилий Ил, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет, И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, Достохранит нас Господь Святой православной вере, Азам и Середиков прозвей И в ничто преврати. Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Феклы первомущины, Сапатина, Сабаренина и Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриана, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина, Молите Бога о нас, Да дарует Господь Женам и Девам Послушание, Молчание, Целомудрие и стыдливость Женам и Девам И сохранив от всяческого поругания, Исправь, не покорилась Галина и семейства Евгений, Надежда, Вежда, Людмила и Анна, И прими нашу молитву, Господи, И возъяня рук, Как жертву вечернего благоухания, Приятная перед престолом благодати Твоей, Бладыка, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, О, всемогущий, Всевышний Создатель наш, Услыши, Исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий, Сына Твоего Единородного, Господи, Бога нашего Иисуса Христа, И пролитой крови Его, Прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи, И благослови Терентью и Екатерину, помилуй нас Божий. Слава Тебе вовеки. Аминь. Доброе утро всем. Аминь. Доброе утро. Молилась группа ночью. Сегодня человек двенадцать лет. Но сейчас ночью. А что это? Не знаю, Сергей Ел. Сергей? Да. Хорошо. А это Сергей Астахов потом стопорный. Я не знаю, что это за десять. Сейчас не требуется считать. Ничего не важно. Хорошо. Как я вам говорю. Как вы. Как вы. Продолжение следует... 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 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Вопрос 3081, том 16. Тема «Коммунизм». Если коммунистические режимы принесли неизмеримо большие страдания человечеству, чем даже фашизм, то почему же не было это человеконенавистническое учение осуждено вместе с его вождями-людоедами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Многое сделано по злому умыслу масонов и иных служителей дьявола. И они же сегодня во всех судах европейских и мировых. Так кто и кого должен осуждать? Вопиющая несправедливость, и особенно в судах, говорит Иван Златоуст. И говорит более всего в пользу того, что будет страшный суд Божий. Если справедливость есть основное качество Бога, а здесь на земле этого не достигнуто, то значит где-то не здесь оно будет. И таким местом будет суд Божий. Последний и страшный. Фашизм был осужден на Нюнбергском процессе. Потребовалось 60 долгих лет, чтобы заговорили о коммунофашизме. Есть предпосылки, что и коммунизм будет официально осужден. Резолюция по осе необходимость международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов. Резолюция 1481-2006. 1. Ассамблея Европейского парламента ссылается на свою резолюцию 1996-1996 о мерах по ликвидации населения бывших коммунистических тоталитарных систем. 2. Тоталитарные коммунистические режимы, которые правили в Центральной и Восточной Европе в прошлом веке и которые все еще находятся у власти в некоторых странах. Все без исключения характеризуются массовыми нарушениями прав человека. Эти нарушения различаются в зависимости от культуры, страны и исторического периода. Они включают отдельные и коллективные убийства, казни, гибель в концентрационных лагерях, голод, депортации, пытки, рабский труд и другие формы массового физического террора, преследования на этической и религиозной основе, нарушения свободы совести, свободы мысли и самовыражения, свободы прессы, а также отсутствие политического плюрализма. 3. Оправдательным поводом для совершения преступлений являлась теория классовой борьбы и принцип диктатуры пролетариата. Интерпретация обоих принципов узаконила ликвидацию людей, которые считались вредными для строительства нового общества, по существу врагами тоталитарных коммунистических режимов. В странах с коммунистическим режимом было уничтожено громадное число людей собственной национальности. Особенно это касается народов бывшего Советского Союза, которые намного превосходили другие народы в показателях числа жертв. 4. Ассамблея признает, что несмотря на преступления тоталитарных коммунистических режимов, некоторые европейские коммунистические партии внесли вклад в достижение демократии. 5. Падение тоталитарных коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе не повлекло за собой международного расследования преступлений, совершенных этими режимами. Кроме того, авторы этих преступлений не были привлечены к ответственности международным сообществам, как это было в случае с ужасающими преступлениями, совершенными во имя национал-социализма, нацизма. 6. В результате общественность мало осведомлена о преступлениях, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами. 7. Коммунистические партии активны и существуют на законных основаниях в некоторых странах, даже если они не отделили себя от преступлений, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами в прошлом. 7. Ассамблея убеждена, что осознание истории является одной из предпосылок того, чтобы избежать подобных преступлений в будущем. Более того, моральная оценка и осуждение совершенных преступлений играют важную роль в воспитании молодого поколения. Четкая позиция международной общественности на события, происшедшие в прошлом, имеет непосредственную связь с тем, как будут разворачиваться события в будущем. 8. Кроме того, Ассамблея полагает, что жертвы преступлений, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами, которые все еще живы, или их семьи заслуживают сочувствия, понимания и официального признания за принесенные ими страдания. 9. Тоталитарные коммунистические режимы все еще активны в некоторых странах. И преступления продолжают иметь место. Понятие «национальные интересы» не должно предотвратить страны от адекватной критики, существующих в настоящее время тоталитарных коммунистических режимов. 10. Понятие «национальные интересы» не должно предотвратить страны от адекватной критики, существующих в настоящее время тоталитарных... 10. Страны, а страны. Другие страны заражены. Это смысл-то другой совсем. 10. Понятие «национальные интересы» не должно предотвратить страны от адекватной критики, существующих в настоящее время тоталитарных коммунистических режимов. Ассамблея решительно осуждает все нарушения прав человека. 10. Дебаты и осуждения, которые на данный момент прошли на национальном уровне, в некоторых государствах, членах Совета Европы, не могут освободить международную общественность от обязательства занять четкую позицию по отношению к преступлениям, совершенным тоталитарными коммунистическими режимами. 11. Моральный долг международной общественности – осудить эти преступления без какого-либо дальнейшего промедления. 11. Совет Европы отлично подходит для проведения подобных дебатов на международном уровне. Все бывшие европейские коммунистические страны, за исключением Белоруссии, являются в настоящее время членами Совета Европы, а защита прав человека с правовой нормой являются основными ценностями, за которые выступает Совет Европы. 11. Поэтому Парламентская Ассамблея решительно осуждает массовые нарушения прав человека, совершенные тоталитарными коммунистическими режимами. 11. Выражает сочувствие, понимание и официальное признание жертвам преступлений. 13. К тому же она обращается ко всем коммунистическим или посткоммунистическим партиям во всех странах, членах, которые до сих пор не сделали этого, пересмотреть историю коммунизма и свое собственное прошлое, четко отделить себя от преступлений, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами и недвусмысленно осудить их. 14. Ассамблея полагает, что такая четкая позиция международной общественности подготовит почву для дальнейшего примирения. 15. К тому же надо надеяться, что это воодушевит историков во всем мире продолжить исследования, направленные на выявление и объективное подтверждение того, что имело место. 26. Января 2006 года. Источник. Информационное агентство «Прима Ньюс». 27. Книга Экклесиаста 3.17. «И сказал я сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». 28. Экклесиаст 8.11. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». 29. Римлянам 2.16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». 30. Экклесиаст 12.14. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. 31. Там на горе о Моисее спор. Вернее, о его святых останках, сам дьявол, изначальный прокурор, прет на архангела с увесистой осанкой. 31. Чего хотел дениться сын Зари, какие планы строил и предвидел? 32. И ты, сын человеческий, не просто зри, какой бы вышел в будущем из Моисея идол». 33. Попытка вылепить из глин, из гнили и мощей предмет, как мумию ушедших фараонов. 34. Нет доказательств, даже труп тот чей, под благовестие мина и часть мощей в патроны. 35. Быть может, поклонение мощам, ковчегам и нетленным в тленных сказках есть главная причина, что за чах расток евангельского слова под соблазном. 36. Ни ведома ни нам, ни иудеям могила кости древнего пророка. 36. Иначе бы из Пскова, Киева, Девеева просили от мощей пылинку или крошку. 37. Что ищите живого среди мертвых? 38. Такой бы лозунг всюду учредить. 39. Пусть тени в измерении четвертом покоятся до времени, их слава впереди. 39. И ни при чем тут чудо с Елисеем, прикосновение к ващам кого-то воскресило. 40. Замкнулись на мощах, и проповедь Несеем, неверье в мертвецах, восславило бессирье. 41. Безбожники устроили шатер над прахом величайшего бандита, вселенский изверг. 41. Простите. 41. Всероссийский вор сыграл под вилла и лежит в корыте. 42. А нужно бы все мощи схоронить по приговору. 42. Прах и впрах ты возвратишься. 43. Архангел вострубит. Все воскресятся в миг и вознесутся, кто рожден был свыше. 31. Марта 2006 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 17. Вопрос 3143. «Напрасно вы ругаете всегда коммунистов, как Шариков говорил, вините их в развале страны, в насаждении безбожества. Они сегодня совсем другие стали. Ратуют за церковь, за свободу и расповедание. Если вы это знаете, то может у вас иные есть сведения о них?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Иных сведений нет, но у меня есть Библия и опыт общения с ними вчерашними, сегодняшними и завтрашними. Они дети дьявола, сыны тьмы и отпрыски палачей. Их учение смертельное, лживое и льстивое. Настоянное на цинизме. Ни одному их подлому слову верить нельзя. Они всегда лгут, и такими же сделали большинство в священстве. Ибо они создавали патриархию долгие годы. И вот как они видят восстановление Порушиного». Газета «Завтра», апрель 2006 год, номер 17. Страница 1 и 8. «Воскреснет Бог». Описывается время, описывается деревня дачная, где зимует только две семьи. Но вот прислали молодого, энергичного батюшку, и закипела работа по восстановлению старого храма. Цитата. «На большой храмовый праздник она тщательно накрывает столы, которые сбиваются прямо под летним небом у самой воды. Наезжают гости из Москвы, приходят добрые соседи, и над тихими водами слышен веселый гомон голосов. Льются народные русские, военные, советские, строевые казачьи песни». Конец цитаты. «И с такой симпатией и воздушевлением описывает Андрей Фефелов подвижничество священника. Как на Пасху он был там, пятичасовую службу отстоял легко, и как батюшка исповедовал людей из города и их соседних сел, пришло до ста человек». «Кто еще не исповедовал? Кто еще исповедоваться?» – громко вопрошает священник. Из вновь прибывших робко выступает несколько человек. Мягко падают перед плащаницей, потом к батюшке. «Эй, молодежь, не бойтесь, идите сюда на исповедь, я не кусаюсь», – обращается отец Дмитрий к юнсам. «Ну ладно, как знаете, в следующий раз, значит…» Еще цитата. «Можно сколь угодно долго рассуждать об участии или неучастии церкви в политической жизни, обсуждать высшее духовенство, сетовать на слабость и конформизм епископата. «Главное знать и видеть одно. Среди растленного века сего, среди вала смерти и разложения, среди тьмы внешней и глубочайшего уныния, обывательского маразма, нищеты, злобы и разврата, сегодняшней погруженной во враг, превращенной в огромное кладбище России, сияет золотой луч, и происходит чудо воскресенье, к тому причастны все мы, и великие, и малые, и грешные, и праведные, и святые, и голодные, и сильные, и хворые». «Не святые, а сытые». «И праведные, и сытые, и голодные, и сильные, и хворые. Есть храм, есть батюшка, есть вокруг добрые русские люди. Их будет все больше, а деревенский храм будет все краше. А там, даст Бог, поднимется деревенька и начнется производство. Мужчины перестанут пить горькую, начнут пахать, отстраиваться, а женщины рожать деток, поднимется индустрия, возникнет армия и восстановятся границы, потому что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». «В статье нет ни слова о Христе и о Библии, а это главный критерий, определитель, есть ли там Бог». Книга Иова 5, 18. «Ибо Он причиняет раны, и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют». Иеремия 6, 14. «Врачуют раны народа моего легкомысленное, Говоря, мир, мир, а мира нет. Живут со мною рядом два соседа. Один имеет добрый особняк, богатый он, А у другого деда не дом, хибара, тот сосед бедняк. У первого хорошая машина, постройки, А в сарае у него рогатая и прочая скотина, У бедного же нету ничего. Богатый жить не может без работы, С утра до поздней ночи занят он. У бедного важнее нет заботы, Сходить, купить к соседке самогон. Весь день богатый пилит и строгает, Навоз таскает, полит огород, Бедняк же до обеда отдыхает, Потом на речку с удочкой идет». Хорошо. Живут со мною два соседа рядом. Я брал пример струдяги мужика, Теперь все чаще замечаю взглядом Бездельника соседа-бедняка. Живет бедняк, не ведая тревоги, Не стонет, как другие мужики, А ежедневно торит три дороги, До церкви, до соседки, до реки. Не ропщет он в жилье своем у бога, А стопку выпив песенки поет, С молитвою общается и с богом, И счастливо тот человек живет. Спокойно ждет он райской жизни вечной, И хоть его я веру не пойму, Но вижу, что сосед живет беспечно, И, кажется, завидую ему. Завидовать же нечему, Ленивым заказан путь в приличные места, Патриархийный храм, не Божья Нива, Богатым будь и жертвуй для Христа. Так вот тут Аксенов написал, Виталий, А последний куплет я ему прислонил. Аксенов, кажется, завидую ему, и все. А тут дальше я добавил свое. Хорошо получилось, да. 21 мая 2006 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 18. Вопрос 3189. Вы начитывали жития святых И коснулись мучеников 20 века. Есть ли разница, кто как вел себя при допросах В тюрьмах между первыми христианами И послереволюционными? И как правильно вести себя? Отвечать ли на вопросы следователя о других людях? Или ничего не говорить? Что ваш личный опыт говорит? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В житиях всякого жито по лопате можно найти. Одни шли в несознанку, в полное молчание, по-партизански, а другие рассказывали все, что было известно, как известный целитель Пантелеймон выдал своего учителя Ермолая и зато не осуждается. Мой опыт невелик, но по моему делу проходило 32 допрошенных человека. На вопрос следователя Пичугова ВН, кому верить, если будут расхождения между показаниями моими и моими свидетелями, я четко ответил, что верить только им, потому что речь шла о том, кто им давал пленки. Где мне было упомнить всех? А таких были сотни, кто брал у меня магнитофонные катушки с записью религиозных книг. Я читал допросы баптистов, которых арестовывали с 1962 года. «Лишнего ничего не говорили, а было свидетельство о Христе». Здесь же, про кого бы не читал, все борьба за власть, все о руководстве церковным, как свихнулись на то. И нигде нет свидетельства евангельского. Нигде. Оно и не было известно митрополитам ни в России, ни за границей, потому что, и будучи уже на Соловках, давили на нижних нарах клюкву, чтобы совершить литургию. Жили для литургии. Литургийное христианство. Монашеское, но не евангельское. Вот показания на допросах маститого иерарха, ныне канонизированного. Он не скрыл о всех, кого знал и кого не знал. Но это не помогло. Расстрелян. Митрополит Иосиф был арестован в ссылке и привлечен к делу Всесоюзной организации ИПЦ. 9 сентября, по старому стилю, по новому, 4-го, или что это, 4-го, понятно, 1930 года. Первоначально митрополит Иосиф допрашивался в Ленинграде, затем был доставлен в Москву. Его показания занимают в деле одно из центральных мест. По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 3 сентября 1931 года, митрополит Иосиф был приговорен к 5 годам заключения в лагере с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок. В 1937 году митрополит Иосиф был вновь арестован, приговорен к расстрелу и расстрелян 20 ноября, 65 лет. Вот что известно о его последнем месте. По рассказам племянницы Нины Алексеевны Китаевой, Владыка Иосиф жил на окраине Чемкента, на Полторатской улице, около Арыка, за которым простиралась нераспаханная степь. В небольшом казахском глинобитном доме он занимал комнату с верхним светом, обставленную очень скромно. В ней стоял глубоко сколоченный стол топчан, на котором спал митрополит и пара стульев. Вставал ладыка в 6 утра, и каждое утро один служил за аналоем, на который ставил небольшой резной склари. Кончив службу, он шел на базар за покупками, завтракал, немного отдыхал и садился читать. Книги ему присылали или давали местные ссыльные. Часто из России приходили с окази посылки или деньги, поэтому митрополит жил не нуждаясь. Легального храма в городе не было. Ссыльные владыку посещали редко, и беседовал он с ними, прогуливаясь в степи. Письма, как правило, присылались и отправлялись с доверенными людьми, наезжавшими в Чемкент. Хозяйство митрополита вела монахиня Мария Коронатова, бывшая учительница в Устюжне, последовавшая за ним ссылку и, очевидно, разделившая его судьбу. Ставшие теперь доступными документы следственного дела не оставляют места для сомнений. Митрополит Иосиф был арестован 24 июня 1937 года. Мерзояновским районным отделом НКВД и помещен в тюрьму города Чемкента. Он проходил по одному делу со святым митрополитом Кириллом Смирновым и епископом Евгением Карбановым, арестованными Кабрановым, арестованными 7 июля. В обвинительном заключении от 19 ноября 1937 года говорилось, Петровых Иосиф является заместителем Смирнова К.И. Являлся, простите. Петровых Иосиф являлся заместителем Смирнова К.И. и в случае ареста последнего Петровых должен был возглавить контрреволюционную деятельность организации. Помимо этого, Петровых проводил работу по концентрации контрреволюционных сил церковников вокруг контрреволюционной организации, ввел новую вербовку членов и организовывал контрреволюционные ячейки на местах. С заседанием Тройки управления НКВД по Южно-Казахстанской области от 19 ноября 1937 года митрополиты Иосиф и Кирилл и с ними епископ Евгений были приговорены к высшей мере наказания. Эти два духовных столпа Русской Церкви прославили Христа, Бога своей мученической кончиной на вечерье Михайлова дня 7 по старому стилю по новому 20 ноября 1937 года. Их расстреляли и похоронили в лисьем овраге под Чемкентом. Протокол допроса Петровых Иосифов 23 сентября 1930 года Я ниже подписавшийся допрошенный в качестве обвиняемого дробь свидетеля показываю 1. Фамилия Петровых 2. Имя отчества Иосиф Семенович 3. Возраст 1872 сведения о прежней судимости в городе Ростове за совершение крестного хода через 3 недели освобожден. Во время изъятия церковных ценностей по суду к 2 годам тюремного заключения по касации через месяц освобожден и в конце концов без суда и следствия находился в выселке в Череповецком округе в Модернском монастыре в Моденском монастыре будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний по существу показываю цитата 2. Рукопись обнаруженная у меня при обыске написанная мною лично 3. Толковать с вами самое бесполезное и безнадежное дело мы никогда не столкуемся вы никогда не сделаете того чего я хочу я никогда не сделаю того что вам нужно вам нужно уничтожение Христа мне его процветание по вашему мы мракобесы по нашему вы настоящие сыны темы тьмы и лжи вам доставляет удовольствие издеваться над религией и верующими таскать по тюрьмам и гонять по ссылкам ее служителей нам кажется величайшей дикостью позором из позоров 20 века ваше насилие над свободой совести и религиозными убеждениями человечества конец цитаты написан он в состоянии крайнего нервного возбуждения при вызове к агентам ГПУ в Моденском монастыре которое в двухчасовой срок предложили мне дать ответы на вопросы первое мое пребывание в ссылке второе отлучка в Ростов и третье мое отношение в настоящем положении к современным событиям отвечать я начал именно так как приведена вышеуказанная рукопись но впоследствии немного успокоившись я понял что совершенно неуместны вписано над строкой и сумасбродно такие мысли и написал три ответа обнаруженные также при обыске сейчас я выражаю искреннее и глубокое сожаление что мог допускать такие мысли если я их сразу же не уничтожил то лишь потому что эта рукопись в суматохе куда-то завалялась и я не мог ее обнаружить и уничтожить ответ мой о ссылке мне помогла с черновиков переписать Мария Ивановна Гранатова которая жила при мне и помогала мне в хозяйстве копии этих ответов я оставил у себя этими ответами приезжающие ко мне духовенство и верующие интересовались переписывали и увозили находясь в ссылке в Маденском монастыре ко мне приезжали за советами не только с Ленинграда но приезжали из других городов СССР с Ленинграда чаще всего приезжала монахиня Анастасия Куликова через нее я получал всю корреспонденцию как с Ленинграда так и с других городов помню что таким образом была получена копия письма митрополита Петра написанного им с высылки одной своей киевской знакомой в этом письме митрополит Петр писал о трудностях его пребывания в ссылке и о том что ему продлен срок ссылки еще на два года помимо письменных ответов моих я с матушкой Анастасией сообщал и давал те или иные указания и устно с Ленинграда кроме Анастасии Куликовой приезжали за советами и разрешениями тех или иных вопросов следующие лица священник Алексей Вознесенский раза два Викторин Добронравов один раз и романах Тихон исправлено вместо Стефан Николай Ушаков Филофей Поляков епископ Василий Миряне Мария Петровна Березовская два раза Наталья Николаевна Андреева два раза и другие которых не помню С Натальей Николаевной Андреевой в ее приезде были разговоры о событиях происходящих вокруг церкви Разговаривая с Андреевой я заключил что Андреева была удручена последним расколом происшедшим в нашей организации в связи с регистрацией двадцаток вследствие чего духовенство в лице Викторина Добронравова Алексея Вознесенского Николая Вашакова Николая Васильева и других отошли от епископа Сергия Дружинина и Василия Докторова и прекратили служение в церквах принявших регистрацию Наталья Николаевна мне говорила что она лично принимала усердие к примирению а тем более еще тогда когда увидела что бывшие духовные чада умершего священника Федора Андреева прекратили посещать храм воскресения на Крови о московском антисергианском течении я был в курсе дела отчасти от тех лиц которые ко мне приезжали а отчасти и от Натальи Николаевны в один из своих приездов ко мне она говорила о деятельности какого-то еще знакомого Лосева но что она говорила я не помню и не зная этого Лосева я не придал разговору Наталье Николаевне никакого значения сейчас пауза по минутке добронравов вознесенский и ушаков приезжали по поводу своего отхода и непризнания регистрации в своих разговорах они хотели меня убедить и осудить перерегистрацию двадцаток но я был против их предложения и говорил что раз эту регистрацию требует гражданская власть то ее нужно производить и был более согласен с предложением Марии Петровны Березовской которая приехав ко мне по этому же делу в пункты регистрации внесла оговорки и я тогда же эти оговорки одобрил отказ от благотворительности церкви может быть допущен только в противоречии с нашими церковными правилами про Алексея Шишкина яромонаха Северного Кавказа знаю что он бесприходный священник который ведет агитацию против регистрации призывая верующих уйти в подполье об этом Шишкине мне писал нынешний нынешним летом один священник который был против Алексея Шишкина написано с моих слов правильно ЦА ФСБ РФ дело Всезоюзной Организации ИПЦ том 11 лист 307 308 на обороте подлинник автограф А. Макарова каждая страница заверена подписью митрополита Иосифа на листе 312 313 заверенная А. Макаров машинописная копия 27 сентября 1930 года продолжение допроса Петровых Иосифа 27 сентября 1930 года как в первый свой приезд в Ленинград так и проездом Ростов через Ленинград я останавливался у моего земляка Дмитрия Петровича Варганова проживающего по Горстинской улице дом номер 14 проезжая в Ростов я пробовал в Ленинграде два дня и одну ночь за эти я пробовал в Ленинграде два дня и одну ночь за эти два дня я кроме епископа Дмитрия у которого обедал ни у кого не был меня же на квартире Варганова посетило духовенство и знакомые с некоторыми из них было чаепитие кто оставался на чаепитие у Варганова я не помню как не помню какие вопросы за чаепитием обсуждались отрицая свое руководство над антисергианским течением я все же сознаю что нужно же кому нибудь было быть духовным руководителем и советником того духовенства и верующих которые в силу лжи митрополита Сергия отошли от него и примкнули к нашей церковной группе так как кроме меня никого из митрополитов не было то только этим я и объясняю что ко мне со всего союза приезжало духовенство и верующие за советами после того как я был выслан в модернский монастырь своим заместителем я назначил епископа Дмитрия а после ареста последнего руководство перешло к епископу Дружинину Сергею первое время епископ Дмитрий являлся моим заместителем только по ленинградской епархии но впоследствии когда антисергианское течение разворцалось далеко за пределы ленинградской епархии я не мог ему запретить да и сам с ним был согласен за то чтобы всем обращающимся к нему за руководством он давал советы сам епископ Дмитрий по всем вопросам меня оставил в известность спрашивая у меня как своего митрополита советов и руководства распространение антисергианских документов в которых задевалась и советская власть преступления не считаю этими документами мы критиковали слова и дела митрополита Сергия его лакейский подход к советской власти в его церковной политике я ничего не имел против того что группа ленинградского духовенства и мирян на декларацию митрополита Сергия написали протест требуя от последнего изменения взятого им курса церковной политики лакейский подход Сергия к власти в его церковной политике факт неопровержимый и вся советская печать гораздо злее и ядовитие нас высмело гораздо злее и ядовитие нас высмело это лакейство и в стихах и особых филетонах и юмористических иллюстрациях почему же нам это воспрещено захоронение и распространение этой критики людей преследуют как захоронение и распространение чего-то антисоветского правда здесь прорываются иногда вопли как будто бы и власть задевающая но ведь это неизбежно как одна крайность при другой как невольная отрыжка тех подхалимств до которых дошел наш недавний господин лакей сергий в этих воплях в этой отрыжке нет однако же активного противодействия и оскорбления власти а простое подчеркивание контрастов в самом деле если сергию по пословице плюнет глаза ему все будет божья роса то мы говорим что плевок есть плевок и только сергий хочет быть лакеем советской власти мы хотим быть честными лояльными гражданами советской республики с правами человека а не лаке и только ведь в других областях власть наша советская крепкая и спокойная на свое существование не боится никакой здоровой самокритики и даже сама еще ищет и требует простите не боится никакой здоровой самокритики и даже сама ее ищет и требует проявляя свое участие в церковной жизни общины храма воскресения и других единомысленных с нею советами и помощью в решении разного рода вопросов церковного характера я считал и считаю что не выходил из рамок законности поскольку сама власть позволяла меня регистрировать при этой общине в качестве ее духовного руководителя и не предъявляла мне никаких требований в смысле ограничения моих чисто духовных прав запретили бы мне это прямо на тех или других законных основаниях и я не пошевелил бы и пальцем признавая некоторую нелояльность своего личного поведения в отношении власти и находя что безупречное соблюдение этой лояльности чрезвычайно затруднено вообще при таком множестве всякого рода невыясненных достаточно ограничений свободы живой человеческой личности и возможно разве только для высшей стопроцентной мудрости Сократа я прошу вновь власть простить мне мои ошибки о коих выражаю искреннейшее сожаление и принять мое честное и отнюдь нелакейское заверение что сознательным врагом и врителем власти никогда не был и быть не могу уже в силу своего далеко не дворянского происхождения в силу того что никогда не был особым сторонником старого режима с коим у меня посему даже были в прошлом немалые недоразумения прекращение мною в 1905 году всякого поминовения царской фамилии за богослужением и за это лишение на некоторое время возможности священнослужения перевод на худшее место лишение наград и повышений по службе и тому подобное доколе же тяготеть будет надо мной несчастный рок не дающий заработать его нового режима честного и незапятнанного имени при всех искренних желаниях и попытках этого так так уже в сопроводительной статье как публикованная в газете известия декларации митрополита Сергия писалось только наиболее тупые и заскорузлые представители духовенства не способны были понять и увидеть что политическое равнение по пастве по по трудовому народу необходимое условие сохранение за церковью того что у нее еще осталось и прежде всего сохранение тех доходов которые простодушная паства еще им доставляет среди церковников известия в цик 1927 год номер 188 3122 19 августа антисергианская организация началась с известной декларации митрополита Сергия где он высказав более или менее приемлемые для всякого честного советского гражданина мысли в то же время допустил неприемлемые для церковного сознания действия нашедшие свое выражение тот час в целом ряде противоцерковных мероприятий переброска свеста на место почти всех тогдашних архиереев уничтожение синода на неканонических началах уничтожения вовсе некоторых епархий произвольное слияние их прекращение молитвы за привлеченное по гражданскому суду духовенства и тому подобное радости советской власти не могут быть нашими общими радостями советская власть получает удовлетворение закрытием той или иной церкви и мы можем только иметь скорбь и не можем радоваться в программе советской власти на первом месте поставлена борьба с религией как опиумом для народа. Мы же считаем и всякое преследование духовенства и верующих преследованием религии и только можем выражать скорбь. Как глава церкви, прежде чем осудить за краничное духовенство, митрополит Сергий должен был учинить формальный церковный суд. И как глава церкви он был не вправе в своей декларации осудить огульно все духовенство. За политику церковный суд не судит, это дело гражданского суда. О всех событиях, которые происходили в церкви в воскресенье на крови, мне сообщали приезжающие с Ленинграда как мать Анастасия Куликова, так и другие. Через них я получал в церкви денежное вспомоществование в размере 50-60 рублей в месяц и продуктами. Кроме Куликовой приезжала два раза Андреева Наталья Николаевна, раза два Мария Петровна Березовская и духовенство Добронравов, Ушаков, Вознесенский, епископ Василий, Филофей Поляков, священник Петр Пилавский, монах Тихон с Александра Невской лавры. Все эти лица приезжали ко мне за разрешением вопросов, как лично их касающихся, так и всей нашей организации. В одном письме я писал епископу Дмитрию, чтобы с лицами, которые приезжают из других городов и местностей, он был осторожнее и прием их в наше общение производился после тщательной проверки приехавшего. Я лично принимал тех, кои имели письмо от епископа Дмитрия. С Киева приезжала ко мне по поводу священника Спиридона некая Анисья. Приехала она уже с Ленинграда с письмом Натальи Николаевны. Фамилию этой Анисьи я не знаю, но Наталья Николаевна может знать, так как она направила ее ко мне с письмом. Во время следования в Ленинград я, воспользовавшись тем, что сопровождающий меня сотрудник ГПУ на станции Тихвин, пошел разыскивать мягкое место, на которое мы имели право. Пошел в уборную, наскоро написал открытку и сам опустил письмо в почтовый вагон, который был в нашем поезде рядом с нашим вагоном. Письмо было написано на имя Анны Андреевны Федоровой по адресу Малый Казачий переулок, дом номер 9, квартира 103. В письме я извещал, что меня везут в Ленинград, прося оказать мне помощь в необходимом. Разрешение на отправку письма я ни у кого не спрашивал. Кроме ранее указанных мною лиц, приезжавших ко мне из Ленинграда, дополняю, что приезжал представитель от Единоверческой Церкви от священника Алексея Шеляпина с письмом. В этом письме Шеляпин, осуждая взятый митрополитом Сергием курс церковной политики, просил его принять в общение с нами. Письмо было переслано через юношу Иннокентия, которого Шеляпин просил благословить в монашество. Переговорив с Иннокентием, я пришел к тому, что в монашество его можно посвятить и дал в этом согласие. Мое письмо к священнику Николаю Ушакову, отказавшемуся служить в церкви, где выбрали патент на свече, действительно является письмом, в котором я его благодарил за твердую и решительную борьбу со всякими уклонами и покраснениями. В письме я ему писал, что я на него надеюсь в будущем, что время лукавое и опасное для всяких послаблений. Призывал быть на страже, так как находил, что и нашу группу хотят тоже использовать для целей ничего общего, не имеющих с истинною церковью Христовую. Просил поддержать слабых и робких своим примером. Я отметаю все антисоветское и каюсь в своих ошибках, о которых, повторяю, так трудно всякому уберечься. Я готов на все, что нужно в пределах возможного для восстановления доверия ко мне власти и для доказательства моей лояльности к ней. Без единомыслящей двадцатки лиц в ней состоящих никакую работу духовную проводить нельзя. Ко мне приезжало и духовенство, и верующие, не только те, которые примыкают к нашей организации, но обращалось духовенство и верующие, которые к нашей группе не примыкают со всеми своими скорбями. Так, помню, ко мне приехал один гражданин, у которого описали все до основания, вплоть до палки. Обращался один священник, сергианец, которому предложено было властью оставить город Устюжину. И всем я им говорил, чтобы они терпели, говорил слово утешения, и они с утешением уезжали домой. Ненависть крестьян к советской власти доходит до открытой пропаганды и выступлений. Крестьяне буквально голодают, не имея хлеба, а если имеют, то не имеют возможности смолоть. Ветряные мельницы все закрыты, на других же отказываются молоть. Я, живя в Моденском монастыре, этих разговоров наслушался и удивляюсь, почему только у нас, духовенство, советская власть, почему только нас, духовенство, советская власть привлекает к ответственности. Записано с моих слов правильно, но тенденциозно. Иосиф Петровых. Далее митрополит Агафангел сообщил, что у него имеется также проект собственной декларации, в котором он предполагает выступить против Сергия, что эта декларация одобряется всеми ярославскими архиереями, и что я приглашаюсь присоединиться к ней, как проживающей в пределах Ярославской епархии, и обязанной этим самым к единомыслию с местными иерархами, среди коих я нашел убежище в своем изгнании. После этого декларация была разослана по распоряжению митрополита Агафангела ко всем запрашивавшим его советов и руководства, с разъяснением, что в силу постановления соборного, при отсутствии, обличенной доверием центральной духовной власти, или при невозможности сноситься с нею, архиереи на местах облекаются всею полнотой прав и управляются совершенно самостоятельно. Мысли декларации Ярославской воспроизводимы очень не точно, по моей слабой памяти. Двоеточие кавычки открываются. Ваше высокопреосвященство. Хотя ни соборными определениями, ни практикой церковной жизни не оправдывается ваше состояние укормило церковное управление, тем не менее, доселе мы подчинялись вам в надежде, что вы доведете церковный корабль до Тихой пристани. То есть до созыва церковного собора, который разрешит все наболевшие вопросы церковной жизни и даст ей так необходимое успокоение и мир. Но надежды наши не оправдались. Напротив, целый ряд наших незакономерных действий, как то... Простите. Напротив, целый ряд ваших незакономерных действий, как то... Перемещение архиереев с места на место без законных оснований, назначение викариев без ведома и согласия правящих архиереев, запрещение им священнослужения, на конец учреждения вами совершенно не канонического синода, состоявшего сплошь из бывших обновленцев и даже одного из них переметавшегося в раскол старообрячества. Все это грозит не успокоением, а усугублением страданий церкви, достоинства, которые вы уронили, еще более вашим невызванным никакою нуждой угодничеством предвнешними, чем вызвали неслыханные издевательства и на церковь. Мы всегда были сами и остаемся честными и лояльными советскими гражданами, но ваш образ действий находим совершенно неуместным и не достигающим цели умиротворения церковного. А потому объявляем вам, что с нынешнего времени мы отделяемся от вас и будем управлять нашими епархиями самостоятельно, соблюдая верность митрополиту Петру и руководствуясь в наших действиях правилами апостольскими Вселенских и Поместных Соборов, практикой и неотъемными распоряжениями прежней церковной власти, а также Всероссийского Поместного Собора 1917 года, до того времени, пока вы сознаете свои соблуждения и сделаете вновь возможную работу с вами на пользу Святой Церкви. Изложено приблизительно подписи митрополита Агафангел, архиепископ Варлаам, архиепископ Серафим, митрополит Иосиф, епископ Евгений. Посетители мои и дела, по которым приезжали и о коих беседовали более часто, монахиня Анастасия привозила продукты, посылки от знакомых, письма от них, вопросы владыки Дмитрия о покое он затрудняет, спросил совета и сообщал о всех текущих событиях в церковной жизни. Протоиереи Добронравов, Ушаков, Вознесенский приезжали за разъяснением по вопросу о регистрации храмов и об отношении к храму Воскресения и другим с ним солидарно. Получили упрек за излишнюю ревность не по разуму и совет не упорствовать в своем самочении, а останавливать своих духовных чад от распространения слухов о храме Воскресения, который будто бы нельзя посещать, как зарегистрированный, и самим не удаляться от него и служащих в нем. Протоиерей Вознесенский, кроме того, приезжал по своему личному делу, удаленный из храма архангела Михаила под влиянием протоиерея Полякова, просил защиты и указания, как быть. Я выдал ему справку, то есть напомнил о постановлении Всероссийского собора 1917 года, что никакой епископ, ни священник, ни якон, ни даже псаломщик не может быть снят со своего места без уважительных причин. А именно, первое, если он сам не просится, второе, если он болен неизлечимой болезнью, третье, если впал в ересь или совершил другое преступление, подлежащее церковному суду. Протоиерей Поляков приезжал по этому же делу, оправдывая свои действия волею прихода и тем, что официального назначения в их приход протоиерея Вознесенского никакого не было, а потому и числиться их священникам он не может. Поэтому все дело оставлено без дальнейших последствий. И романах Тихон, и с ним мерянин, имени, отчества и фамилии не помню, привозили продуктов, беседовали о лавре и других вещах, не имеющих делового характера. При отъезде подвергнулись обыску, не давшему никаких результатов. Брат Иннокентий, фамилию не знаю, по поручению единоверческого священника Алексия Шеляпина, приезжал за советом относительно регистрации и с просьбой разрешить этого Иннокентия посвятить на служение церкви. На первый вопрос дан ответ, последовать примеру храма Воскресения, решившего регистрироваться. По второму вопросу, не могло быть указано никаких препятствий. Вдова протоиерея Андреева Наталья Николаевна была два раза. Произносила продукты, привозила продукты и посылки от знакомых с их письмами. Беседа касалась многих предметов церковной жизни. Подробно вспомнить все невозможно. Беседа велась урывками, и ни на одном предмете долго не задерживалась. Так, ну все, пока на этом на сегодня. С Богом! Воля, спаси Христос за помощь. Отошел. Так, Игнар Тихонич, вы забрали там вот эти два ролика о воспитании воспитателей? Уже поставил, посмотри, уже стоят. Все, понял. С Богом. Да, подожди, так ты закончил, нет? Да, на сегодня все. Нет, а вот это-то, епископ Василий, как ты оторвал-то? А я потом приклею. Зачитаю, приклею. Сегодня начитаю. Игнатий, что у тебя микрофон не был выключен, все шумы были слышны. Да, конечно. Отпишись. Правда, υпробуемся. Продолжение следует...